Естественно, мы наставили на полном оправдании Андрея Викторовича. Он был оправдан по одному эпизоду, по второму эпизоду его не стали оправдывать. Мы наставили на полной его невиновности. Чтобы сказать, насколько оно несправедливо, мы должны получить решение сегодняшнего суда, изучить его, провести консультацию с нашим доверителем и тогда принять решение. Но я думаю, что мы будем обжаловать. Естественно, Андрей Викторович пойдет до конца, мы будем готовить дальнейшее обжалование. Основные, так сказать, ваши доводы, какие были по поводу... Доводы, так как вы сегодня присутствовали в зале сегодняшнего свидания, вы слышали наши основные доводы. Они у нас, мы постоянно, во время полтора года расследования уголовного дела и год шло рассмотрение дела в суде первой инстанции, мы отстаивали версию нашу, нашу позицию о полной невиновности. И в суде первой инстанции наследствию это все и подтвердилось. Все обстоятельства, о которых мы говорили, они полностью подтвердились. Это нельзя назвать версией. Это те обстоятельства, которые действительно происходили тогда в том далеком, в 2013 году. Сейчас суд областной нас не услышал, но у нас есть, мы не останавливаемся, есть дальнейшие права обжалования.